Приветствую вас! И, во-первых, давайте сразу определимся с тем, что проблема не является типичной, хотя бы потому, что у каждого человека она реализуется по-своему, у каждого человека она протекает по-своему, и у каждого человека она приобретает свои индивидуальные, уникальные формы. Поэтому не нужно вам вашу проблему принижать, это ничего хорошего вам не принесет. Следующее, значит, ну вот вы пишите, что у вас был откровенный разговор с супругой, где она вроде как созналась о сексе на стороне, и неоднократно. Вот, знаете, в этом моменте, а как я понимаю, это является пока что центральной темой, о которой вы хотели бы поговорить, в этом моменте содержится уже несколько неточностей, несколько противоречий, несколько, знаете как, несколько затемненных, дотяненных фактов, о которых вы, может быть, в силу того, что находитесь в ситуации, не догадались нам рассказать. Эти факты связаны в первую очередь вот с чем. Если она созналась вам в сексе на стороне и неоднократно, то было ли это в период брака, было ли это в период, когда вы были вместе, или это было раньше, до того, как вы стали вместе быть. Если до того, как вы стали вместе быть, у нее был секс, то тогда речь идет о вашем чувстве неуверенности в себе, о вашем эгоизме, о вашем желании, чтобы у женщины не только никого не было, ну, во время отношений с вами, что естественно и нормально, но и до вас, чтобы не было никого тоже. То есть это, по сути, такая вот позиция эгоцентризма. И в таком случае нужно уже работать с вами. То есть в чем-то вы не уверены в себе. Почему-то в глубине души вы боитесь, что ваша жена встретит, найдет кого-то лучше, чем вы, и, собственно говоря, уйдет к нему. То есть здесь неуверенность в себе, страх потерять женщину, но если страх потерять, он нормален и полезен даже, то в вашем случае страх потерять вызывает только ревность. То есть вы не желаете, например, свою жену окружить тем отношением, которое бы не давало бы ей стимулов для того, чтобы обратить внимание на других мужчин. Вместо этого вы думаете об этом, вместо этого вы по сути дела концентрируетесь на себе. И вот здесь проявляется сверхзначение вашей женщины. То есть ваша женщина для чего-то вам нужна. Она имеет для вас личное значение. И вот личное значение, то есть по сути восприятие человека как средство для достижения своих целей, следует ограничить от человека, как саму цели и как некого объекта, на который вы направляете свою энергию с тем, чтобы сделать ее жизнь лучше. И в этом контексте, в этом контексте, в контексте том, о котором я сейчас говорю, действительно, вы имели все основания не думать, что это вас так сильно заденет, потому что, естественно, это было просто. Да, это неприятно. Да, это не самое лучшее, что можно услышать за своего любимого человека, но, простите, до вас жизнь была. Если женщина осозналась в сексе на стране уже во время вашего брака или во время ваших отношений, то вот это, конечно, действительно очень серьезный повод для того, чтобы пересмотреть отношения в семье. Значит, отношения в семье, значит, вашей жене чего-то не хватает. Ваша жена испытывает потребность чем-либо и, в частности, она уже, скорее всего, не доверяет вам и не чувствует себя женщиной. Шекс в контексте вашей супруги не стоит воспринимать, как секс ради секса, если только вы не удовлетворяете ее в постели. Секс вашей жены стоит воспринимать как крик, как знак, как оформление ее потребностей в чем-то, с чем вы ее не удовлетворяете. И вот это нужно вам понять. то есть концентрировать по сути дела свою энергию не на себя, вот вы говорите, я не спал, я переживаю, я там нервничаю и так далее. Присал доверять супруги. Не на себя, а на нее. Поговорить мне еще раз. Но об этом я еще расскажу, о том, что вам нужно поговорить и о чем вам нужно поговорить. А пока просто для себя. если хотите сохранить семью, желание это похвально, нужно, чтобы вы все-таки понимали для себя, чего вашей жене не хватает. Что ей нужно, что она искала, вступая в интимные отношения или думая о интимных отношениях на стороне. И это постараться если ей дать. И если вы дадите все, что ваша жена хочет, все равно окажетесь в позиции человека, которого предали, которому изменили, то простите, речь уже встает от собранности отношений вообще. То есть если жена изменяет вам, при том, что вы делаете для нее все, что нужно, все, что можете сделать, значит объективно, либо ваша жена в принципе не может придерживаться верности ей нужны другие мужчины для чего-то для себя, сделан и вас. Либо нет такие моральные устойки, которые позволяют ей вам изменять. И в этом случае вы либо принимаете ее, либо нет. Тут уже решат вам. Если же все вот то, что вы написали происходит из-за того, что вы восприняли так ее рассказ о том, что было до вас, я полагаю, что вам действительно нужны определенные методы, не литература, а методы для того, чтобы выйти из этого состояния. И в первую очередь это страст, это работа со страхом. Заметьте, именно работа, не борьба, работа со страхом и осознание того, чего вы боитесь. Далее это повышение уверенности в себе и соответственно изменение отношения к жене. Тут изменение в том контексте, в каком вы ее сейчас продюсционируете. Вот. Следующий вальный момент. Вы пишетесь, увидели это все, только вам больно, супруга все отрицает. И вы сами начали сомневаться, было ли у нее что в этом стране. Или мне посудилось, зафантазировало. и видимо эта неопределенность меня мучает. Здесь тоже непонятно. То есть если ваша жена с одной секторной стороне, то в чем конкретно было ее признание? Если вы нафантазировали, то это визуализация, это проекция. И даже если вы нафантазировали, что откуда это вы это взяли, либо вы не так поняли свою жену и вам не с ней еще раз поговорить и вытянутся нормально, либо если вы нафантазировали, в любом случае вы сомневаетесь в себе и сомневаетесь в том, было ли что это у супруги. В обязательном порядке необходимо отдельно поговорить условия, при которых у вас был откровенный разговор с супругом. То есть что это было за откровенный разговор, что им спровоцировало, и что говорила жена конкретно. И вот это все необходимо проанализировать. Я думаю, что у вашей семьи, у вашей пары есть проблемы взаимного недоверия друг другу. То есть ваша жена страдает неудовлетворенностью, и не важно была ли реальная измена или не было. Это факт, что разговор зашел об этом уже о чем-то говорить. Ну, а у вас есть как я уже сказал страх и неуверенность в себе. И вот эти качества мешают вам собственно говоря жить спокойно. Потому что видите как вам жена изменила, вы не спите ночью, вы переживаете, вы берете это на себя. Но если человек изменяет, значит ему что-то не хватает, значит вы человеку что-то не даете, а раз вы человеку что-то не даете, начнут на это дадать, нужно сказать сказать себе моя жена чего-то недополучает, ей нужно срочно это дать, если я ее люблю. Вы говорите я хочу сохранить семью. Сохранить семью зачем? Это тоже очень важный вопрос. Зачем вы хотите сохранить семью, причем на данном этапе? Очень интересное уточнение, что именно на данном этапе вы хотите сохранить семью. Возьми слова нет про любовь, возьми слова нет про ваши отношения, но тем не менее, зачем вы хотите сохранить семью? Что она для вас значит? Ваша семья? семья для вашей жены? Все это нужно обговорить. Вы знаете, вы говорите, что вы не доверяете своей жене. Я об этом уже сказал, но я хотел повторить. Ваша жена не доверяет вам судя по всему еще раньше. И недоверие возникает как правило на начальном этапе из-за непонимания друг друга из-за слишком сильного расхождения интересов у друг друга поэтому у вас обоих то есть поэтому здесь я бы рекомендовал вам семейную консультацию то есть консультацию с семейным психологом и вашей жене я рекомендовал так же консультацию потому что и вам и ей это нужно может быть имеет смысл поработать сперва с вами потом может быть имеет смысл поработать с ней потом поработать с вами обоими тут уже зависит от конкретных ситуаций но факт тот что с вами как инициатором вопроса проработать мы однозначно на основании одного такого сообщения не самого большого не самого совершательного нельзя получить полное представление о том что происходит у вас в семье и когда вы говорите такую фразу что я уже сомневаюсь оправдали что-то было что вы свою жену однозначно не поняли и увидели вы в ее словах то что либо вы боитесь либо вы одетаете в глубине души и вопрос в том почему если предположить что вы действительно напантазировали да почему вы напантазировали в себе именно это а не что-то другое на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи